Мировые СМИ обсуждают громко интервью двух подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля. Какие нестыковки удалось обнаружить и какие последствия могут грозить России? Об этом узнаем из материала Ирины Ивановой. Неумело состряпанная легенда или насмешка? История, показанная на российском ТВ о двух простых туристах, жаждущих посмотреть знаменитый Солсберийский собор, оставила больше вопросов, чем ответов. Пока соцсети потешались над неуклюжими оправданиями подозреваемых Петрова и Баширова, журналисты из известной исследовательской группы Биллингкет и издания Инсайдер выяснили, оба интервьюера соврали о непричастности к спецслужбам России. Оба получили паспорта на свои имена в 2009-м, и в записах о выдаче документов стоят отметки о секретности, сведений не давать и СС, то есть совершенно секретно. До этого времени ни Петров, ни Баширов как будто и не существовали, никаких других паспортов неофициальной биографии. Как нет и привязки к загранпаспортам, с которыми они пересекли границу. Какими бы ни были мотивы сценаристов этого телевизионного каминг-аута, страны Запада не собираются снимать с России ответственность за применение новичка. Сразу после интервью США анонсировали второй этап санкций за применение химического оружия в Солсбери. В Госдепе предупредили, новый пакет ограничений станет суровым и жестким испытанием для Москвы. Он предполагает санкции против банков, запрет на финансовую помощь, кредитирование российских юридических лиц, экспорт импорт товаров и другое. Второй этап запустят в ноябре, если Москва не выполнит поставленные ранее условия. Гарантировать неприменение химического оружия и допустить иностранных наблюдателей в свои лаборатории. Но Россия продолжает отрицать причастность к делу, которая, судя по последним данным, может иметь гораздо больший масштаб. В прессу просочилась информация об аресте двух российских агентов, которые пытались получить доступ к информации лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эксперты этого учреждения изучали химические атаки в Сирии и покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери. Агентов арестовали еще весной в Гааге. Более точную информацию правоохранители скрывают. Ирина Иванова, Валентин Берич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.